В этом видеоролике мы рассмотрим все доступные модификации в линейке компактных блоков HIDE PRO RELIE 1.2. Первая модификация – это блок RELIE 220 В переменного тока, 1 канал и 2 канала. Это самая популярная версия, и скорее всего именно этот блок вам подойдет. Популярность этой модификации объясняется простотой установки и рабочим напряжением. Такой блок легко установить за люстру, бра или в распаечную коробку. Достаточно подключить на зажим L фазу, на зажим N – 0. И блок готов к работе. В L1 подключаем нагрузку, которой будем управлять – 0 общий. По команде от передатчика блок будет включаться и выключаться. Этот блок используется для управления светом и любой другой нагрузкой в квартире, доме, офисе. Вторая модификация – RELIE 220 В переменного тока, сухой контакт, 1 канал и 2 канала. Эта версия подойдет для решения более узких задач. Для работы блок также нужно подключить к сети 220 В. L фаза – N0. После включения реле внутри блока будет замыкаться и размыкаться по команде от передатчика. Но питания на выходе нет. Контактная группа реле никак электрически не связана с питанием блока. Используется в случае, если блок нужно запитать от 220 В, а управлять, например, контроллером с управляющим питанием 24 В. Это могут быть электроприводы, системы отопления и любые другие сложные системы. Третья модификация – RELIE 12 В постоянного тока, 1 канал и 2 канала. Этот блок работает от 12 В. У блока есть общая клемма минус, приходящий плюс и уходящий плюс. Такой блок подойдет для управления любой нагрузкой с сетевым напряжением 12 В. Используется в сетях с напряжением 12 В. Четвертая модификация. RELIE – версия 12 В постоянного тока, сухой контакт, 1 канал и 2 канала. Для работы блок нужно подключить к напряжению 12 В. После подключения блок готов к работе. Реле внутри замыкается и размыкается по команде от передатчика, но на выходе питания нет. У этого блока контактная группа реле электрически не связана с питанием блока. Поэтому управлять я могу любым напряжением в диапазоне до 220 В. Этот блок также подходит для решения более узких задач, связанных с управлением по напряжению в диапазоне от 1 до 220 В. Еще рассмотрим блок реле Драйв. Этот блок также относится к линейке блоков с электромагнитным реле. И отличается от блоков реле 1-2 всех четырех модификаций исключительно программно. Соответственно, блок Драйв также доступен в четырех модификациях. 220 В, 220 В сухой контакт, 12 В и 12 В сухой контакт. Основные отличия блока Драйв от реле 2. В блоке реле 2 вы можете включить или выключить оба канала одновременно. Двухклавишный выключатель вы привязываете к блоку два раза в режиме переключения. Кнопку 1 и кнопку 2. Подробная видеоинструкция со всеми режимами в описании. Блок реле Драйв. В этом блоке невозможно включить сразу два реле. По команде от передатчика подается питание только на один выход. А при повторном нажатии питание отключается. Еще раз нажимаем и питание появится на выходе 2. Рассмотрим первый привод с управлением по 220. Блок запитываем от 220 В. L фаза N0. Ноль блока и привода общий. Далее подключаем в L1 открытие. В L2 закрытие. Желто-зеленый это земля. Коричневый это постоянное питание. В данном приводе есть функция ручного открытия-закрытия. Дернув за штору, привод начнет открываться или закрываться. Для работы этой функции привод необходимо обеспечить постоянным питанием. Кнопку 1 я привяжу в режим открытия-стоп. Кнопку 2 в режим закрытия-стоп. Подробную видеоинструкцию с описанием всех режимов можно посмотреть по ссылке в описании. Привод готов к работе. Еще можно отметить две особенности. Первое. В блоке стоит защита от быстрого переключения. Если во время открытия вы нажмете на закрытие, то привод остановится на 3 секунды. И только после начнет закрываться. Это необходимо для защиты электромотора. Обратите внимание, мотор остановился, но я команды с пульта на остановку не давал. Сработал концевой выключатель в приводе. При этом блок продолжает подавать питание на закрытие. Реле автоматически выключится через 60 секунд. Это вторая особенность. Теперь рассмотрим подключение блока Drive 220 вольт, сухой контакт. Блок будем подключать к приводу, который питается от 220 вольт. Но для открытия и закрытия предусмотрены три провода, идущие от управляющего контроллера. Общий провод желтый. Его нужно замыкать или синим на открытие, или с коричневым на закрытие. Управляющее напряжение на этой группе 24 вольта. Запитываем блок и привод от 220 вольт. Желтый подключаем на вход. Синий и коричневый линии 1 и 2. В итоге блок Hide Pro и привод работают от 220 вольт, а реле внутри блока управляет напряжением 24 вольта. Напоминаю, у блоков с сухим контактом, контактная группа релей никак электрически не связана с питанием блока. Теперь вы знаете все о блоках серии реле 1, 2 и драйв. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо за внимание.